Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение и я Евгений Монархович. Сегодня мы на старейшей спортивной арене Мозрачины, стадионе Спартак. Продолжается подготовка к игровому сезону 2023-2024 нашей женской профессиональной волейбольной команды Мозорского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья», которая сейчас тренируется на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Тихиничи». Там с 31 июля по 11 августа подопечных Михаил Михайлович Ковренко проходит учебно-тренировочный сбор, где уже идет активная работа в игровом зале с волейбольными мячами. При этом продолжается работа по развитию специальных, общих физических качеств. Есть занятия на стадионе. Еще в Мозоре на одной такой тренировке, кстати, первой в новом спортивном году подобной направленности мы и побывали. Причем местом проведения стал не какой-нибудь школьный стадион, площадка грибной базы Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, где в основном и тренировались в начале сезона «Жемчужные волейболистки», а старейшая спортивная арена столицы Полесья – стадион «Спартак». Традиционно в предсезонный период подготовки мы подключаем элементы легкой атлетики, беговая работа на футбольном поле тоже все-таки такое искусственное покрытие, где и прыжковую работу можем сделать, беговая работа с отягощением, серийное ускорение – это все надо, оно пригодится у нас в зале. Наверное, подготовительная работа не каждой спортсменке люба. И вместе с тем каждая профессиональная волейболистка понимает, что для яркой, результативной игры в сезоне нужно хорошо трудиться, порой выполняя задания не самые любимые, приятные, что ли. Ну, наверное, ни один спортсмен предсезонный период не любит, потому что все-таки это максимальные нагрузки, объемная работа, но она необходима, и тот, кто понимает и более серьезно закладывает базу, тот и, скажем так, свою спортивную карьеру длительное время имеет, скажем так, кто серьезно относится, тот и базу спортивную свою поднимает. А по отношению к работе девчата молодые стараются, какие-то упражнения новые, кто уже несколько лет в команде, тот уже знает наши требования. Вот, поэтому я думаю, что все настроены на работу, и все хорошо. Учебно-тренировочный сбор в Тихиничах планировалось начать немножко раньше, чем 31 июля, но по объективным причинам он немножечко сместился, что, в принципе, не должно повлиять на стратегию подготовки команды к сезону. Важнее то, что этот сбор состоялся на базе, которая уже не в первый раз пользуется вниманием нашей профессиональной волейбольной команды. Сбор в Тихиничах пришлось немножко сместить, потому что дети поступают, образование необходимо, поэтому мы решили перенести на неделю позже. Чуть, наверное, видоизменим работу, там планировалась больше, наверное, в начале беговая работа, и вот тоже это легкая атлетика. Сейчас мы за эту неделю попробуем это все дело подтянуть здесь. А уже в Тихиничах больше поработать в зале над общей физической подготовкой и специальной физической подготовкой. По приезду, как и планировалось, сразу же переходим в зал и начинаем готовиться уже в зале на арене. Отмечу, что подготовка «Жемчужная Полесья» к игровому сезону в физкультурно-оздоровительном центре «Полесья-Арена» начнется 14 августа. Перейдем к тренировке нашей команды на стадионе «Спартак», которая началась с приятного и торжественного момента, а именно поздравления с днем рождения Дианы Васьковской, у которой накануне 23 июля был день рождения. И получив подарок розу для начала, а также напутствия на целый год от главного тренера, улыбки и поздравления от всей «Жемчужной Полесья», наша ведущая Либера приступила к тренировке вместе с нашими подругами по команде. Ну, а мы побеседовались с еще одной Либера. В пору ее активной спортивной карьеры сейчас тренером Людмилы Санной капитан. Конечно, работа на стадионе нужна, как мы сюда приходим, разбегаться, продышаться, поработать на скоростно-силовыми качествами. Поэтому только работа на стадионе, мы работаем с резиной, с отягощением, взрывная работа. Ну, мне кажется, что девчонкам нравится, потому что меняем смену деятельности, работаем в зале, работаем на песочке и, конечно, приходим на стадион, чтобы побегать, поускоряться. Поэтому нужна работа такая. Довольна ли Людмила Санна тем энтузиазмом, с каким работает команда в начале сезона 2023-2024? Адаптировались ли новички к требованиям, какие предъявляются к ним депутантам женской, профессиональной дружины Мозорского нефтепорабатывающего завода? Когда девочки приходят молодые, они к нам присматриваются, мы к ним присматриваемся, разбираем их слабые или сильные стороны, добавляем, над чем надо им работать, что-то подкорректировать. Поэтому, когда мы работаем с ними в разных, как говорится, на песочке, в баскетболе, в футболе, беговая работа, мы смотрим их потенциал, что можно раскрыть, добавить. Но хочется отметить, что девчонки молодые, амбициозные, есть такой заряд бодрости, как говорится, энергии. Поэтому приятно с ними работать. Они слушают, смотрят, выполняют установки тренеров. Учебно-тренировочный сбор в Тихиничах, сбор за пределами родного Мозоря, имеет свои достоинства, помимо условий для тренировок. Хотя важно отметить те возможности для наставников нашей волейбольной дружины при планировании нагрузки в физкультурно-оздоровительном комплексе Рогачевского района. Я когда была игроком, для меня выезд в Тихинич это было что-то невероятное, потому что там отличная база. Там все рядышком. Зал, бассейн, соответственно, стадион, тренажерный зал. Все в шаговой доступности. И выехать за пределы дома все-таки это режим, это дисциплина, это сплощение команды, коллектива, совместные завтраки, обеды и ужины, проведение досугов, прогулки по набережной. Поэтому это всегда плюс. И хорошо, что есть такая возможность нам выехать за пределы родного города. Что до тренировки на стадионе «Спартак», то после разминки наши волейболистки выполняли тренинские задания. Перемещаясь по мере разведки тренировки на все большее расстояние, охватывая постепенно все малое футбольное поле, кажется, тренируется наша дружина на футбольном прямоугольнике классического размера. То есть 100 на 70 метров было бы мало и там. Но что говорить, пусть лучше о тренировке на стадионе «Спартак» и в целом. О подготовительном периоде нам расскажет Ольга Лазицкая, наша опытная волейболистка. Нынешний сезон, кажется, готова превратить в свой ренессанс. Работаем хорошо, все стараются. Наши тренеры подобрали для нас очень хороший режим. Мы сначала втягивались по чуть-чуть, потом с каждой тренировкой немножко нагрузка усложнялась. Мышцы, конечно, болели, это для всех спортсменов норма. Но уже мы берем мячи, нам уже становится легче, мы быстрые, сильные. Поэтому, надеюсь, в стихийничах мы еще нагоним и сможем показать, что способны в новом сезоне. Для Ольги Андреевны сборы за пределами города, в котором она живет, думаем, не проблема. И вообще, как она относится к подготовке на базах, находящихся вдали, скажем так, от городской суеты. Нет, для меня не сложно, как бы стихийничи, они похожи на Томашовку, на Стайки, на тех базах, в которых я была. Это не сложно, просто когда у тебя есть ребенок, есть нюансы, с кем его оставить. А так, в принципе, я к этому отношусь положительно, так как эти 10 дней мы посвящаем полностью всех себя, работе, процессу. И нравится то, что эти 10 дней не нужно готовить. Мы можем там спокойно прийти покушать, все для нас, там все удобство, замечательно. Формирование новой команды – дело непростое, и многое здесь зависит от лидеров. Игроков опытных, ведь они могут как помочь новичкам влиться в коллектив, так и своим требователям, порой чересчур, отношениям смутить дебютанток. Судя по интервью, в этом плане пока у нашей «Жемчужной Полесье» полный порядок, за что спасибо «Жемчужным» лидерам, которым, вполне возможно, где-то приходится и сдерживать свой крутой нрав. Все возможные упражнения были не только полезны, они были интересны спортсменкам, которые на тренировке получили хорошую нагрузку. Учитывая непривычное для них искусственное покрытие малой игровой площадки, в стадионе «Спартак» так и вовсе об этом занятии мышцы волейболисток наверняка еще долго вспоминали. Зато после хорошего восстановления сил у «Жемчужинок» прибавится, новый блеск появится в их игре, да и вообще каждое новшество, в том числе в тренировочном процессе, придает подготовительный импульс. В основном люблю что-то новенькое. Интересно узнавать что-то новое, для себя подчеркивать. В основном, да, это новые упражнения. Интересно, такой опытный спортсмен, какой является Наташа, приносит ли волейбол удовольствие по-прежнему? Не становится ли он исключительно работой для Гончаровой? До сих пор предоставляет удовольствие волейболу, играть в волейбол. Это красивая игра, она затягивает даже образ жизни. Начало сезона для Натальи Константиновны, как и для каждой квалифицированной спортсменки, проходит не с бухты-барахты, а в соответствии с теми сигналами, какие дает организм. Ведь дабы затем в игровом сезоне он не давал сбоев, надо к нему относиться со всем уважением, готовить по всем правилам спортивной науки. В основном прислушиваюсь к организму, к себе. В отпуске, естественно, не сидели без дела, подготавливали организм к предсезонке. Поэтому не так все тяжело, усердно тренируемся, стараемся. Получается ли настоящий коллектив «Жемчужни Полесья» сезона 2023-2024? И вообще, насколько он важен коллектив, отношения между спортсменками? Быть может, и нет надобности в профессиональном волейболе для дружбы, взаимного уважения? Конечно, коллектив очень важен, когда есть какие-то недопонимания, недосказанности, это тяжело. Но, как бы, стараемся все общаться, дружить. Конечно, Олю Лазицкую знаю по большей части с детства. С остальными знакомлюсь, общаюсь, интересуюсь. Ну, так. Интересно было наблюдать, как работали в паре самая высокая волейболистка нашей команды Яна Комарова и Диана Васьковская, чью игровой амплалибера не требует таких уж выдающихся антропометрических данных. Работали девушки с Пуру, в охотку. Да и как же иначе было тренироваться, например, Диане Васьковской, которая на год повзрослев, обрела даже какой-то новый статус, что ли? Сегодня тренировка началась с приятного для меня момента. Меня поздравили с днем рождения, и я очень ценю такое внимание команды. Вообще, кажется, что такие нюансы незначительные, но, поверьте, это многое значит. Что касается сбора в Тихиничах, то этот физкультурно-оздоровительный комплекс хорошо знаком Диане. На базе в Тихиничах я уже буду не впервые. Условия для тренировок там хорошие. Ну и, конечно, мы будем делать все для того, чтобы совершенствоваться. Как всегда, сосредоточена в работе и весела в паузах отдыха Ксения Муравьева, наша искрометная дебютантка, поделившаяся впечатлениями о тренировке на стадионе «Спартак». Ну, воспринимается хорошо, но у меня первый раз такая тренировка. В принципе, чувствую себя нормально. Больше всего мне понравился бег с резинкой, а меньше всего, наверное, прыжки. Ксюша – девушка несубтильная, и ей, по всей видимости, приходится следить за своим игровым весом. Хотя, наверное, только сама спортсменка знает, в каком физическом состоянии ей лучше всего выходить на площадку. Ну, конечно, я думаю, что нужно. И тем более, если тренер об этом говорит, то, конечно, нужно прислушаться к тренеру. А так, не знаю, мне кажется, что каждому как комфортно. Вот, я же говорю, если нет замещения тренера, то если тебе там комфортно, то супер. Сборы в Тихиничах – особый тренировочный этап. И там все, начиная с соседки по комнате, заканчивая настроением, имеет существенное значение для эффективной подготовки и таким образом роста мастерства. Ну, да, на сборах, я думаю, что мы решили уже, с кем я буду жить. Вот, с Настей, потому что мы, в принципе, пока лучше всех общаемся, и мне с ней комфортно. Мы уже жили с ней на сборах, когда были в Минске вместе. Вот, да, я, в принципе, сборы люблю. Это, как бы, круто, потому что, в принципе, там и питание, как бы, хорошее, сбалансированное, и не нужно ничего с собой придумывать. Вот, насчет настроения, ну, да, конечно, я стараюсь на тренировке быть более сконцентрированной. И, ну, как бы, желательно не разговаривать, не веселиться во время упражнения. Вот, а в жизни? Мне ужаснее, что не надо грустить. Что до лучшей подруги Ксении Муравьевой, то она, как всегда, улыбчива, оптимистична. Одним словом, неповторимая воспитанница с дюшоржем Чужнополесия Анастасия Павлюк. Ну, всегда, когда на тренировке я хожу с улыбкой, это, конечно же, помогает в работе, потому что ты не унываешь, ты всегда с позитивом. Это, возможно, приносит радость и остальной команде. Возможно, это приносит радость и команде. Предсезонка. Я не скажу, что легко и не скажу, что прям сложно. Нагрузки хорошие, помогают войти в колею. Надеюсь, в Тихиничах будет так же. Не могли мы пройти мимо крепких дружеских отношений ровесниц, девчонок 2006 года рождения Анастасии Павлюк и Ксении Муравьевой. Ну, мы с Ксюжой познакомились три года назад, когда я поступила в училище. И вот с тех пор мы начали хорошо общаться. Ну, я считаю, что всегда должны быть друзья и подруги по команде. Это всегда помогает и на площадке, и в коллективе. Поэтому я очень рада, что она моя подружка. После девочки со всей возможной скоростью на данный период времени преодолевали отрезки. По диагонали игровой площадки стадиона «Спартак» тренеры увеличивали протяженность дистанции. Но нашим дамам все было ни по чем. Предсезонка у нас проходит очень хорошо. Даже позволяет погодные условия заниматься как на пляжке, так и на стадионе «Спартак». Очень для меня интересно стало, что пришли новые девчонки, новые знакомства, и надо вливаться в коллектив. Есть у Катиши уверенность в том, что сезон 2023-2024 будет успешнее с сезона предыдущего. Чувствует ли спортсменка, что ее команда способна вернуться в элиту республиканского клубного волейбола? Каждый год я настраиваюсь на хороший результат. И хочу, чтобы мы с девчонками показали, что мы не зря работали и можем занимать высокие результаты. От спортсменок перейдем к наставникам, еще одному представителю нашего тренерского штаба Денису Васильевичу Захаревичу. Смена того же зала, того же покрытия – это психологически уже легче разнообразие. Прошу прощения, каждый день, если кушать гречку, то она кому угодно, как бы ты ее не любил, она тебе поднадоест. Ну а тут в первую очередь это, скажем так, для девочек легкоатлетическая практика, это скоростно-силовая работа, и что очень важно для волейбола – скоростно-силовая выносливость. Конечно, каждая тренировка, каждое задание подбирается с учетом индивидуальных особенностей девчонок, уровня их подготовки. Но все же тренировки – это напряжение, это преодоление трудностей, это сила воли, без которой не станешь настоящей чемпионкой. Да, я стараюсь. Правда, ну, бывает где-то тяжело, понятное дело. Ну, в принципе, мне легко. Но я вот все лето занималась, и в России было намного тяжелее, чем здесь. Ну, понятно, где-то есть усталость, ну, ты же тренируешься, напрягаешься, но так нормально. Чувствует ли Яна, что ее новая команда имеет хорошую перспективу в грядущем чемпионате страны? И вообще, верит ли Комарова, что «Жемчужная Полесья» – это та волейбольная дружина, с которой она, воспитанница Витебского волейбола с опытом игры в чемпионате России, может выйти на новый уровень развития своей волейбольной карьеры? Ну, понятно, мы готовимся к соревнованиям, будем стараться, чтобы все у нас получилось, у нас молодой состав, чтобы мы показали очень хорошую игру, да. Не жалеет ли Яна, что выбрала место на своей волейбольной дислокации Мозырь, что решила защищать цвета волейбольной команды «Жемчужная Полесья»? Мне здесь нравится пока что, пока что все отлично, и коллектив, и девочки, все очень хорошие, и тренировки у нас тоже, все отлично. На сборах будем еще больше стараться, чтобы все получилось, и в кубке мы всех там разорвали. Подобный острой похвален, и раз уж мы заговорили про дебютанта, то стоит предоставить слово нашей юной Либера, 2006 года рождения воспитанницы спортивной школы Мозырского нефтепроватывающего завода Екатерине Христенко, которая думала ли, начиная заниматься волейболом в детстве, что этот вид спорта станет ее профессией. Я с детства знала, что волейбол для меня будет, это моя профессия. Я всю жизнь этим занимаюсь и хочу достичь лучших вершин. Я рада, что я в команде «Жемчужина Полесья». Девчонки здесь хорошие, дружные, все отлично. Насколько сложно и легко было адаптироваться Катюше в профессиональной команде, где она является самой юной волейболисткой. Сначала, конечно, было сложно, непривычно. Другие тренировки, другой коллектив больше требует от себя. Но сейчас прошло уже время, я привыкла, мне комфортно, достаточно. Девчонки все добрые, приняли меня отлично. Думаю, мне лишним будет узнать и о первых волейбольных шагах нашей талантливой, по-настоящему «Жемчужной» собеседницы. Волейболом я занимаюсь с пятого класса, уже идет седьмой год. Первым моим тренером была Дубровская Юлия Константиновна. По-прежнему волейбол мне приносит радость, я надеюсь, что буду приносить радость болельщикам своей игрой. Можно не сомневаться, что Катя не единожды сорвет овации в физкультурно-оздоровительном центре «Полесь-Арена», самоотверженной яркой, эффективной игрой на главной оборонительной позиции «Либера». Ну, а пожелаю удачи всем нашим девчонкам, тренингскому штабу. Завершим интервью беседой с начальником волейбольной команды «Жемчужной» Полесья, Владимир Николаевичем Коноплевичем, который всегда держит руку на пульсе. Подготовка идет, как видите, по репортажам и вообще в разных местах. Сегодня она проходила на стадионе «Спартак». Хотелось бы поблагодарить работников стадиона из «Дюшор-1» за оказанную помощь в проведении этой тренировки. Что касаемо самой работы команды, она проходит в таком тоже плотном режиме. Стараюсь больше внимания уделять и посещать эти тренировки, но быть как бы не в самом процессе, а сторонним наблюдателем или не мешать процессу. При этом общаться с командой в каких-то паузах, какие-то есть проблемы, кто-то к нам приехал впервые. Поэтому у людей возникают вопросы, которые мне необходимо решать. Новая работа начальника волейбольной команды не только почетна, но и ответственна. Ведь объем работы, какой приходится выполнять руководителю профессиональной спортивной дружины, он просто гигантский. Эта работа очень ответственна, ей уделяется огромное внимание. Много работы остается за кадром, много организационных моментов. Болельщики и все, скажем таки, простые обыватели, они видят только вершину айсберга. Это когда команда играет, тренируется, но сколько проделанной работы и проделывается, и будет проделываться, за этим всем скрывается. Это организационные моменты, приезд игроков, уезд, какие-то их обыденные проблемы или хорошие моменты. Все это приходится решать по мере их поступления. Хочется поблагодарить за оказанное доверие первичную профсоюзную организацию и в целом Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие и буду делать все, чтобы жемчужный волейбол становился все лучше и лучше. Что касается сбора Тихинича, который начался, напомним, 31 июля, то снова с командой работает и Нина Гала, кстати, воспитанница из Дюшур-Жемчужной Полесья. Возможно, еще приобретение, но даже в таком составе наша женская профессиональная дружина Мозырского нефтеперерабатывающего завода при должной подготовке может и должна демонстрировать яркий волейбол, добиваться побед и радовать своих родных и любимых болельщиков. Ну что ж, дорогие друзья, как видим, общая физическая подготовка в нашей команде на уровне. Безусловно, есть куда стремиться, но на то и тренировки. Не сомневаемся, что и на сборе в Тихиничах жемчужная Полесья сделает очередной уверенный шаг на пути к совершенствованию. Ну и, безусловно, сезон 2023-2024 будет успешным. Порадуют вас, дорогие поклонники жемчужного волейбола, наши дорогие и любимые болельщики. А на сегодня это все. С вами был Волейбольное обозрение Евгений Минархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин